перед нами прекрасное растение которое наталья сейчас будет черенковать очень много вопросов по поводу петунии это почти петуния сейчас расскажем что это вообще вопросов много про петунии у многих растут они в одну палочку такие грустненькие просто пришло время уже резать тянуть дальше нельзя а что как будем делать наталья сейчас и расскажет и покажет и так кто это добрый день это у нас петхуа бордо она у нас вегетка поэтому я ее осенью сняла черенок и всю зиму хранила этот черенок дома под лампами вот сейчас пришло время ее обязательно обрезать иначе она будет идти уже как сказать палочками пойдет у нас для того чтобы она хорошо кустилась и была густой мы ее сейчас обрежем а скажи пожалуйста вот сейчас это когда просто ролик будут смотреть там в разное время года когда вот как ты обозначишь сроки когда нужно вот именно вот это все делать там от и до какие месте ну вот моя петхуа уже зацвела этого допускать не надо мне просто так хотелось чтобы она зацвела мне надо было определить цвет ее а вообще этого допускать нельзя то есть вы смотрите как только у вас череночек ваш начал куститься и вы сразу же с него можете снимать черенки чем больше будете обрезать подстригать ее тем гуще будет кустик ну а по времени по месяцам это март или это апрель но мы говорим про сибирь сейчас мы говорим про сибирь про красноярск я этим занимаюсь с января месяца с января и черенковать я ее буду уже не первый раз ну это я тут подставляю череночки от римки у нас этот обрезанный час это я вперед забегаю обрезанной так хорошо но вот такое вот растение да я смотрю тут достаточно объем грунта пятилитровая ведерочка уже да да вот показывай прямо бери ножницы и показывай ты сначала цветочки состригаешь нет мы берем ножнички берем ножнички вот так собираем все это дело и не бойтесь вот так оставляем а вот здесь вот здесь то что я сострела подожди подожди я уберу цветочки и все это буду укоренять ну давай ты покажешь сразу же как зачистить черенок для укоренения укоренения собственно просто как вот из этих возьми одного кого-нибудь как их нужно снять цветы не жалейте цветы они оборвали они силу забирают да и смотрим вот здесь у нас тугой а вот здесь мягонький вот этот мягонький мы возьмем ой и вот его я буду припудрю в укоренители вот он он сколько три четыре сантиметра вот его я припудрю в укоренители в стаканчик с грунтом и в тепличку и до тех пор пока не появятся корешки это примерно две недели ну очень хорошо так а с этим с растением что ты будешь делать сейчас поставлю на подоконник и она у меня будет расти дальше вот они цветочницы секреты то свои не рассказывают говорит поставлю на подоконник а сама между прочим чистит убирает лишнее то что ну да я его почищу даже у меня перезимовал почистить дай карму убирайте цветы не жалейте убирайте цветы если вам конечно надо определиться сортом то тогда цветочки оставьте бывает так что отлетели наклейки а если не надо обрезайте да в основном то все хотят чтобы было уже красиво уже как весна как лето для этого цветочки оставляют вот мой мой и натальян ваш вам совет лучше пишите название сорта пишите красный синий полосатый вот чтобы вам было понятно если вы не знаете название сорта на цветы убирайте но сейчас правда не время не время это все а скажи ты будешь подкармливать это растение сюда буду монофосфатом калия каждые две недели то есть тебе не надо сейчас вот вегетативную массу него наращивать тебе нужно уже чтобы она зацветала я правильно понимаю правильно правильно пусть она в пяти литрах в этих разрастается но в этих пяти литрах и на дачу поедет то есть сейчас наберет зеленую красивую массу и шариком с цветами уже поедет на дачу да я поняла то есть ты вывозишь и у тебя уже готовые цветущие растения которые ты пересаживаешь в озон или кашпо вернемся к тому что это векетка и к тому что это петха петха это гибрид это гибрид петуний и калибраха мы вам все расскажем петха как правило интереснее цветение обильнее еще характерная особенность петха это несколько затемненный середина цветочка видите какой интересный глазки ну вот да глазки это у всех сортов они бывают разных цветов и розовые и такого оранжевого цвета не так много сортов как у петони но тем не менее хороший выбор я сама выращивала петха мне марина артеменко его дарила вот я была в полном восторге в этом году я тоже заказала для у марины но еще еще не не пришли вот то есть за петха точно такой же уход как и за петуний поэтому все что что вот сейчас наталья нам рассказала точно то же самое относится и к петоне это было просто первое попавшееся растение которое мы с ней схватили принесли и начали обстригать а если ваше растение еще не набрало такую пышную хорошую вегетативную массу то есть тут вот видите очень хорошее разветвление то есть тут но не в одну палочку она растет видите как вот если вегетативной массы такой нет значит вам нужно будет еще попробовать прибегнуть к применению азотных удобрений то есть подкормить и азотом пойдет в рост подстригите добейтесь того чтобы это был уже такой более-менее похожий на кости к растения а потом уже переходите к кормлению удобрению монофосфатом калия но если вы любите и хотите применять универсальное удобрение которые продаются везде и в разных производителей применяйте их это тоже в общем то будет абсолютно неплохо самое главное уделяйте внимание своим растениям самое главное не запускайте если вдруг появляются какие-то вредители или например какую-то какая-то болезнь то все со всем этим можно справиться сейчас самое время подписаться на наш канал поставить лайк или дизлайк если вам лениво написать комментарий наталья и спасибо скажите это она специально для нас вот это все приготовила вот нашла время и место для того чтобы нам рассказать как она что делает нас на канале несколько авторов каждый показывает свое свою методику свои результаты свои советы от я вижу наталья принесла аллатар покажи нам аллатар так давай вот так вот очень хочется сказать что не забываем об обработке растений сейчас часто клещ заводится еще что-то я вот пользуюсь аллатаром мне он очень нравится разводить по инструкции обрабатывать если вы пользуетесь проф ну пожалуйста пользуйтесь ими у каждого свои но об обработках мы не забываем да это очень важно чтобы не потерять то что мы всю зиму холили или леяли не забываем об обработках про препараты у нас плейлист есть называются удобрения грунты проф препараты прямо на этом канале есть плейлист зайдите на главную страницу нажмите вкладку плейлисты нажмите показать все и найдите если вам эта тема еще не знакома вот нажмите на колокольчик обязательно чтобы получать от нас уведомление напишите комментарий задайте вопрос а с вами сегодня была наталья и анжелика пока пока